Друзья, поступило много записок, и вчера и сегодня, ну я прочитаю одну такую записку. Дорогие, уважаемые Пётр Григорьевич и Николай Степанович, пожалуйста, спойте. Будет очень приятно услышать ваше пение. Ну вот мы ещё не пели, а вы уже смеётесь. А если мы запоём, то вы забудете всё, о чём мы проповедовали. И ещё у вас на телефонах есть мелодия на будильник, тогда вы будете просыпаться точно в любое время суток, как услышите наше пение. Ну, может быть, я сам спою потом. Мы сейчас послушаем из послания к филиппийцам, 2 глава. Прочитаю текст, 13 стих. Братья и сёстры, кто бы из нас не хотел, чтобы Бог совершал в нас и хотение, и действие по своему благоволению? Думаю, что каждый хотел бы. И вообще это мечта любого христианина, чтобы Бог мог использовать его для своей славы, для труда. И вот вопрос, кого же Бог использует? В ком же Он производит и хотение, и действие по своему желанию? Ответ выше записан стихом, 12 стихом. Вот послушайте внимательно. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь апостол Павел открывает вот причину, кого Бог использует. Написано, вы всегда были послушны. И не только в присутствии моем, он пишет, но гораздо более, когда меня не было, то есть перед Богом, хождение было, страх Божий и послушание перед Богом. И вот в таких людях Бог совершает и хотение, и действие. Поэтому проповедь моя будет о послушании. Такая тема не очень может быть приятная и в детском лагере, и в подростковом, и в молодежном. О послушании, о послушании. Ну, друзья, эта тема нужна и для нас, кому уже по 50 и кому по 70. То же самое необходимо. Без этого нельзя. У меня есть друг, его недавно рукоположили на служение благовестия, мы с ним трудимся вот вместе. Он рассказывает случай, говорит, был недавно такой. Ложусь спать, помолился, как обычно, почитал, лег спать, со сном проблем нету, ложусь и засыпаю сразу. Вот. А это, говорит, лег и не спится. И крутился, и так, и так, и вроде и чай, и кофе не пил крепкий на ночь, не могу заснуть. И, говорит, я понял, что Бог что-то мне хочет сказать. Встал, оделся, подумал, подумал, помолиться надо. О ком, о чем. Встал на колени, молюсь. И вдруг я вспоминаю соседа, который этажом выше, он в многоэтажном доме живет, в квартире, выше этажом живет. Вспомнил, что я с ним недавно беседовал, и почему-то вот так вот всплыл в памяти, и я так хорошо, прилежно за него помолился. Лег спать опять. Лежу, лежу, не могу заснуть. Опять встал, оделся, помолился. И уже не ложусь спать, а просто пошел к окну. Ночь на дворе. И я, говорит, смотрю, подъезд, дорожка. И вдруг вижу, сосед мой выходит из подъезда. Все понятно. Я одеваюсь и выхожу на улицу, его уже нет, он растворился в темноте. Но я не переживаю, говорит. Я знаю, что Бог нам встречу приготовил. Раз он мне не дает спать, и в памяти моей всплыл, и он вышел. Говорит, я сел на скамеечку у подъезда и сижу. Минут десять идет сосед. Доброй ночи. Доброй ночи. А ты что не спишь, Андрей? Да вот за вас что-то вспомнил. А откуда ты узнал? И он высказывает желание. Я хотел с тобой поговорить, но постеснялся ночью подняться. А тут ты сам встал. И, говорит, была такая необходима, нужная беседа. Вы знаете, когда он сказал, что проснулся раз, вернее, это не заснул, а встал раз, другой раз встал, молился. Я сразу понял, что-то будет необыкновенное. И внимательно слушал. Так оно и случилось. Друзья, Богу нужны послушные люди, которые способны слышать голос Его. Я хочу прочитать текст, записанный в послании к евреям, пятая глава. Здесь написано так. Об Иисусе Христе. Седьмого стиха, буду читать пятую главу. Он в однеплоти Своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданием и навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Братья и сестры, Иисус Христос в этой жизни, мы уже слышали, был не только Бог, но и человек. И как человек Он тоже учился послушанию. И для послушных сделался виновником спасения вечного. Рассказывает, в одной семье, ну отец был строгий такой, несмотря на это, с детками маленькими проблемы были. И вот однажды отца и мать пригласили куда-то на день рождения, и отец сказал, дети, смотрите, чтобы в доме был порядок. Мы с мамой уходим часика на три, придем, если будет беспорядок, буду наказывать. Учтите, я вас предупреждаю. Ну, мама с ними, детки, ну вы ж не подведите нас, ну вы ж смотрите, ушли. Дверь закрылась, и дети решили играть. Ну, они решили сделать мельницу. Ну, а мельницу как? Табуретку, на нее еще одну, на нее еще одну. Одного поставили наверх, он стоит. Но, чтобы мельница крутилась, что надо делать? Надо ветер сделать. Вот они окна открывают, дверь дуют, вокруг бегают. Вот, вдруг табуретка упала, кто-то грохнулся сверху. Ну, а потом вдруг кукушка закукукала. Ну, решили извлечь ее оттуда, вот, узнать, сколько раз она может. Ну, и так дальше. В общем, через несколько часов открывается дверь и заходит, к счастью, мама первая заходит. И когда она увидела все, что в доме, дети, давайте скорее наводить порядок, пока еще папа не зашел, там машину ставил. Быстро, табуретки, стол, скатерть, все быстро поставили на места. К счастью, успели. Папа заходит, так оценил взглядом. Тут мама еще поставила на стол, там чай попить перед сном. Папа сидит и говорит, детки, какие вы у меня прекрасные. Один малыш не выдержал, видимо, еще так совесть у него заплакал. Говорит, папа, это мама у нас прекрасная. Мама прекрасная. Друзья, вот так Иисус Христос сделался для всех послушных, виновником спасения вечного. Вот такой он у нас прекрасный. Прекрасный. Вот так он помогает нам, вот так он старается отвлечь гнев Божий, который мы можем зарабатывать. Вот так он старается для послушных. Друзья, послушание есть разное. Вот мы тоже бываем послушные. Но послушные не потому, что у нас в сердце желание быть послушными, а потому что, ну, обстоятельства нас принуждают. Помните, да, о блудном сыне притчу? Вот там у этого младшего сына был брат старший. Когда вернулся блудный сын, отец приготовил пир. Все там радуются, веселятся, и старший сын приходит с поля. Что это там за веселье? Ему говорят, брат твой вернулся. И он рассердился. А тут отец выходит и говорит, сынок, заходи, брат твой вернулся. А сын говорит, отец, я никогда не приступал повеления твоего. Другими словами, я всегда был послушный тебе. Как вы думаете, правду говорит он или неправду? А? Я думаю, правду. Он отцу прямо говорит, отец, вот я тебе заявляю, я был всегда послушным тебе. А ты, друзья, и, ну да, он был послушный. Но скажите, нравится ли отцу такое послушание? И вот знаете, вот тут еще открывается, сын, заходи, не пойду. Вот такое послушание. И правда, и неправда. Но я думаю, что сын старался быть послушным, потому что младший ушел, забрал часть имения, скоро отец умрет, и мне останется все остальное. Поэтому, ну, надо потерпеть. Надо потерпеть. Потому что выгодно. Выгодно. Вот так иногда бывает послушание. Знаете, вот, ну, у меня тоже детки маленькие еще есть. У меня две девочки есть, двойняшки, Аня и Яна. Им по 10 лет. Вот. Ну, это такой ураган в доме. Им иногда говоришь так, вот то, то, то сделайте. Они делают вид, что говоришь для той, а та делает вид, что говорят для той. И вот делают вид, что они ничего не слышат. И в конечном итоге, ну, проблемы. А если им скажешь, Аня, Яна, через 20 минут поедем в семейный магнит. И вы можете, если купить, что захочете. Только вы должны. Что? Что мы должны? Мигом сделают все, что скажешь. Ну, дело в том, что 10 минут, это же недолго работать, да? Но сделают все абсолютно. Только удивляться приходится послушанию. Удивляться приходится. Вот такое бывает послушание. Но нас такое послушание не радует. Мы видим, что это послушание вынужденное, из выгоды какой-то. Друзья, вот так иногда бывает послушание, ну, для родителей. Ну, мама, если ты хочешь, ладно. Ладно. А вот апостол Павел пишет послание римлянам, вот такой текст. В 6 главе. Замечательные слова. 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. От сердца стали послушны тому образу учения. Вот это послушание от сердца. Оно обуславливает в нас хотение и действие Духа Святого. Так и написано, что Дух Святой дается повинующимся Ему. Вот в таком сердце Он умножает работу свою, на такое сердце Он располагает, в таком сердце Он совершает и хотение, и действие. От сердца стали послушны. Я как-то слышал историю такую, возможно, вы слышали, но расскажу еще, иллюстрирует мысль хорошо. Один молодой человек закончил учебное заведение, высшее образование получил, инженера. Диплом получил, но теперь надо где-то устроиться на работу. И вот он ходил в одну фирму, в другую, третью, не берут. И вот одна престижная фирма. И он пошел туда к директору, говорит, возьмите на работу. Тот говорит, хорошо, возьму. Но у меня есть одно условие. Какое? Если ты будешь на проходной полгода работать, открывать и закрывать ворота. И вот если ты полгода отработаешь, и я увижу в тебе специалиста хорошего, я тебя возьму. Ах, что ж, я выучился для того, чтобы там на проходной ворота открывать и закрывать. Нет, не годится. Ну, иди. Пошел он, искал, искал, нигде ничего не нашел и пришел. Ладно, я согласен. Буду работать. Повесил календарь. Вот эта будка там на проходной. Повесил календарь. И вот каждый день старательно зачеркивает. И ждет. Месяц, два, три прошел. Особенно он старался утром, когда директор должен подъехать. Он стоит, ждет, старательно. Директора машина открывает ворота и стоит, чтобы директор видел порядок. Закрывает. Ну, в общем, работал добросовестно. И вот заканчивается шестой месяц. Последний день закончился. И он к директору бегом. И говорит, все, я полгода отработал. Вы мне обещали кабинет и работу. А директор ему говорит, знаешь что? Ты не прошел испытание. Как? Почему не прошел? А он говорит, я каждый день подъезжаю и вижу, как ты выбегаешь и открываешь ворота. И я думаю, ну ты же инженер. Ну, неужели ты не придумаешь моторчики поставить, кнопочку у себя. Там нажал кнопку, ворота открылись. Заехала машина, нажал кнопку. Ты же инженер. Ты ко мне на фирму хочешь. Зачем ты мне такой нужен? Не прошел. А вроде бы послушный. Очень послушный. Но это послушание было. Вы уже поняли, какое послушание, да? От сердца послушание. Это послушание, когда я переживаю, думаю, молюсь. Господь, подскажи, где, как ты можешь меня использовать, чтобы я мог в жизни своей прославить тебя от сердца? Друзья, мы должны об этом просто переживать и молиться. В книге «Иисус наша судьба» Вильгельм Буш описывает одно событие. У этого Вильгельма, пастора, была группа молодежи. Он с ними разбирал священное писание, молились. И вот однажды один из этих парней приходит домой и задает вопрос отцу. Папа, а почему у нас нет совместной молитвы? Отец говорит, сынок, а это традиция семейная. У кого есть, у кого нету. А сын второй задает вопрос. Папа, а что ты знаешь о Духе Святом? Отец чуть подумал, говорит, и не задумывался об этом. Сын говорит, папа, вот отсюда все проблемы нашей жизни. Как можно жить, не молившись, и как можно не знать о Духе Святом? На следующий день отец посетил пастора и сказал, что вот у меня с сыном был разговор, а вот сын мне задал вопросы такие. А Вильгельм Буш говорит, может мне поговорить с вашим сыном? Может быть, он стал грубый или дерзкий? Нет, нет, отец говорит, просто если мой сын прав, то тогда в моей жизни все неправильно. И пастор сказал вам, да, ваш сын прав. Как можно жить, не имея общения с Духом Святым? Как можно жить, не испытывая внутри его повелений, не зная его желаний? Как можно жить? Друзья, тогда мы слышим, если не голос Божий, Духа Святого, мы слышим другой голос, голос плоти. И этот голос плоти, он нас водит. Он нас направляет, он в нас желание возбуждает. И такое желание, что мы подчиняемся этому желанию. А потом, ой, да что ж у меня нет победы над тем или над другим. Просто не того слушаем, не тот голос слушаем. И об этом нужно серьезно подумать и озадаченное перед Господом стать и сказать, Господь, пожалуйста, я хочу быть тем послушным, через которого ты совершаешь свои и хотения, и желания. В Евангелии от Марка я хочу прочитать текст. Вот здесь замечательное есть одно условие, Господь нам предлагает. Братья и сестры, какое прекрасное обетование. В военное время поведут вас, или будут гонения, какие-то трудности. И у нас есть такая привилегия, Дух Святой в нас будет говорить. Не заботьтесь, не переживайте. Я думаю, что мы отчасти переживали уже каждый, когда у нас была какая-то ситуация трудная. И мы начинаем говорить, а потом сами удивляемся. Мы это не знали. Мы это как бы не предполагали, не имели в виду. И вот оно как бы потекло само, Дух Святой использовал. И вот вместо того, чтобы радоваться этому и дальше просить, опять переходим на платформу плоти, и начинается жизнь опять вот такая плотская, как мы слышали. Друзья, помните историю, да? Когда Давид пришел на поле сражения. Там были братья его, отец послал проведать хлеб там, дал сыр. Пойди проведай, братья. И вот Давид приходит, а там Голиаф выходит и начинает кричать. И ругает воинство израильское, и Бога небесного тоже ругает. И Давид возревновал в сердце своем. Как это так? Но я хочу обратить внимание на реакцию братьев. На реакцию братьев. Вот написано, когда будет военная обстановка, поведут вас и что-то будет, не заботьтесь. Мир Божий будет в сердце. А вот был ли мир Божий в сердце у израильского народа? Голиаф выходит, кричит, а все убегают. Нет, не было мира в сердце. Не было мира в сердце. Не было там вот этого присутствия Духа Божьего, как это было у Давида. И что отсутствие мира в сердце у братьев, что оно влечет? Дорогая молодежь, от обратите внимание на эту мысль. Если в нашем сердце нет господства Духа Святого, если нет мира и покоя, что влечет за собой такое состояние? Давид приходит, начинает спрашивать, а братья ему говорят, мы знаем твое дурное сердце. Ты пришел для того, чтобы высмотреть сражение. А Давид слушает и удивляется. За что вы так на меня? За что? Отсутствие мира в братьев порождает в них лукавое подозрение на Давида, поношение в адрес его. Приписывают ему лукавое сердце. Совсем не то, для чего он пришел. Обвиняют его в том, в чем он невиновен. Это отсутствие мира в сердце. Обстановка военная. Давид говорит, не слова ли это? А у Давида мир в сердце. Дух Святой. Я пойду, и Господь поможет мне. Он не заботится, как стратегически пройдет. Ему Саул говорит, не сможешь. Ты же не воин, а он воин от юности. А Давид говорит, Господь, Господь выходит. И как это он обычно делал, метал камни, может быть, какого-нибудь волка там, или еще отпуговал от стад хищников. Бросает камень, и падает Голиаф сраженный. Вот что значит Господь позаботится. Вот что значит вы не заботьтесь. Отсутствие вот этого забот и, наоборот, наличия мира Божьего в сердце, оно вот так вот излучает из себя мир. И с окружающими мир. И понимание. Как часто вот среди молодежи непонимание. Как часто группировки. То ты не такой, то ты не такая. С тобой не поеду, рядом не сяду. К сожалению, такое бывает. Это все говорит об отсутствии мира в сердце. А вместо мира забота, суета земная и Духу Святому нет места. Нет места. Поэтому, друзья, он совершает и хотение, и действие. Как это прекрасно. Но нужно быть послушным ему. Сердце свое открыть для него. И Давид, получив вот такую благодать от Бога, пишет 22-й псалом. Господь пастырь мой. Я однажды слышал интересное сравнение такое. Почему в Библии часто сравнивается, что Господь пастырь, а люди овцы. Сам Господь говорит, я есм пастырь добрый. Притчи, когда приводит заблудившийся овца, это люди. А пастырь это Господь, ищет заблудившуюся овечку. И вот я интересно слышал сравнение. Один брат говорит, вот бывает, например, лошади домашние, бывают. А дикие лошади бывают? Бывают. Мустанги, да, дикие лошади. Голуби домашние бывают. Дикие голуби бывают? Бывают. Козы домашние бывают. А дикие козы бывают? Бывают. Овечки домашние. А дикие овечки бывают? Не бывают. А почему не бывает? А потому что, если овечка заблудилась и осталась в пустыне, она обречена на смерть, на погибель. Она не способна защититься от волка и даже еще там от какого-нибудь хищника. Она не способна. В ней нет внутри. Вот это свойство защиты. Она пропадет. И Господь сравнивает людей с заблудившимися овечками. У них нет способности выжить. Нет способности. И даже если кажется, что в мире человек какой-то, ну, как их называют, крутые, крепко стоит на ногах, вот, все у него так поставлено хорошо. Иногда даже верующие хотят подражать этому. То один брат сказал, говорит, когда мы покупаем цыплят, мы так о них заботимся. И лампу поставим, и корм самый лучший, и водичку. И мы так переживаем, мы говорим, цыпоньки, миленькие, только не болейте. Живите, растите. Мы же вас съедим потом все равно, да? Вот. Для чего ты жалеешь? Для того, чтобы съесть потом. Вот так иногда верующие завидуют неверующим. Вот как у них хорошо. Дьявол дает иногда. Дает. Вот. Иногда и верующим дает. И настолько много, что забота века сего начинает поглощать, уводить от истинной цели жизни. Бери, бери, на тебе, я тебе все даю, чтобы тебя потом просто скушать. Вот. Цель дьявола украсть, убить и погубить. Поэтому, друзья, послушный, это значит услышать голос и откликнуться на этот голос. Сейчас интересное место есть в Евангелии от Матфея, 18 глава. Там как раз вот эта история о заблудившейся овечке. И там написано, что пастырь ищет, и если случится найти ее, так написано. И вопрос возникает, а что? Может быть такое, что он не найдет ее? Да, такое может быть. Такое может случиться, что и не найдет. А почему? А потому, что овечка не подает голос. Он ее зовет, он ходит, кричит. И если овечка услышала голос пастыря, и в ответ блеяние свое, то пастырю тогда нетрудно найти ее. По голосу он раз ее и нашел. А если она слышит его голос и молчит. И молчит. Он может в двух шагах мимо пройти, и не найти ее. Нет, не то, что Бог не видит. Просто он никого же насильно не возьмет на руки, если овечка не хочет. Никого не возьмет. А вот и сегодня Духом Святым он зовет. Он говорит, он побуждает. И для того, чтобы откликнуться, это значит помолиться. Это значит сказать, Господь, я хочу быть Твоим. Я хочу слышать голос Твой. Я хочу. Напротив меня, вот на улице, и напротив меня жил грузин. Он умер, его уже нету. Грузин. И так вот, ну, река идет, и мы как бы на островке живем. Луг и речка, и дом стоит мой. А напротив его, и на лугу он держал, наверное, штук 20 овец у него было. Вот. И вот интересно, что он никогда их не загонял. Метров 200 от дома до луга. И вот они пасутся. Он никогда не ходил, не загонял. Он выходит на улицу, станет вот так. И мои, 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 мои. И знаешь, аж земля трясется. Вот это все стадо бежит. Бежит к нему. И, значит, во двор, и он там их кормит еще потом. Вот. Мои, мои, мои. А мы решили однажды эксперимент сделать. Вот сын Николая Степановича, Сережа, как раз возле меня был. Он говорит, Мираби, дядя Мираби его звали. А дайте мне вашу фуфаечку и вашу шапку. И я попробую их позвать. А он смеется, дает ему фуфайку, шапку. И Сергей согнулся так, выходит поближе и кричит. Мои, мои, мои. Хоть бы голову подняли, повернули в его сторону. Бесполезно. А этот хозяин смеется и кричит. Мои, мои, мои. И они к нему все бегом. Все бегом. Вот так, друзья. Мои, мои, мои. Овцы мои. Слышит голос мой. Господь говорит. А за чужим не идут. Потому что знают, что это чужой. К сожалению, часто мы слышим голос чужого и идем за ним. Как это плохо. Братья и сестры. От этого жизнь тогда такая печальная. Такая унылая и безрадостная. От того неверующие смотрят и говорят. Да быть таким верующим, зачем оно нужно? А быть в руках Божьих. Слышать его голос. Совершать хотение действия по его изволению. Это прекраснейшая жизнь. Это то, ради чего стоит жить. Вот знаете, друзья. Каждому Бог по своему хотению предлагает и служение. Каждому абсолютно. Вот мне служение благовестия. Знаете, вот мы выходим с группой. Я беру микрофон. Дорогие жители города. Добрый вечер. Приглашаем вас. И у меня сердце бьется от радости. Люди начинают собираться. Мы начинаем петь. Какие песни в мире звучат? Да просто стыдно за эти песни. Одна женщина подошла и говорит. Ребята, я думала, что в песнях нет смысла уже вообще. Разве что старые там еще песни. Сегодня я слушала. Где вы взяли такие песни? Дайте мне ваши песни. Сколько вот в душе радости. Вот. Ну, например, о любви песни поют. Я говорю, сколько песен о любви составлено. Ну, основные песни, тема любовь. Ну, что это за любовь? У вас на Украине песня. Ты же меня пидманула. Про любовь песня. Это тоже про любовь. И поют, и хохочут, и смеют. А на самом деле содержание то жуткое. Вот. И такие песни. А я им говорю, а мы сейчас послушаем песню о настоящей любви. О той любви, которая отдала жизнь свою. Выходит группа молодежи и красиво поют. За тебя умирал Иисус. За тебя. За тебя на кресте, как разбойник, висит. Ты не любишь его, но тебя возлюбя. Он славу оставил, страдания терпел. Приходи. Он не станет тебя осуждать. Все поймет. И с любовью, как брата, простит. И я смотрю на людей. Вот такие глаза, слезы в глазах. Люди слушают. И я беру микрофон и говорю, что покаяться надо в грехах. Оставить эту жизнь. Идти надо к Иисусу. И у меня, друзья, восторг в душе. Это то, ради чего стоит жить. Это то, что несет счастье, радость. А потом люди подходят, начинают спрашивать. А потом их зовем в собрание. Друзья, это то счастье, которое люди только мечтают, но не имеют. И вдруг мы выходим и говорим о нем. Это счастье христианской жизни. Бог совершает и хотение, и действие. И вот вкусишь это, попробуешь. Что может быть лучше? Что? И когда люди с образованием и с положением и богатые подходят и спрашивают, а что делать? И начинаешь рассказывать о Христе, как обрести смысл жизни. Друзья, вот ради чего стоит жить. Вот оно счастье христианской жизни. Поэтому, если мы несчастны, то не потому, что Христос беден, потому что не тот голос слушаем. И сегодня нам Господь предлагает возлюбленные, вот так называет возлюбленные, чтобы мы были послушные. Голосу Божьему. Да поможет Он нам в этом. Аминь. 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 Субтитры подогнал Игорь Негода.